Здравствуйте! Приехали кое-как, да? В деревне Каран-Азикова нас вышли встречать местные жители. Здесь их теперь чуть более 20 человек, а когда-то было 70 дворов. Как говорят, из-за постоянного бездорожья многие решили уехать насовсем. Да, плохо вообще. А сейчас вообще никуда не заехали. Вот дети у меня медицинские тоже живут. Как они сейчас будут приезжать? Помогать, да? Да, помогать. По словам местных, без проблем к ней проехать можно только летом, да и то в сухие дни. Весной месяц, осенью два живут без дороги. Зимой заметает. Постоянно обращаются в администрацию района. Два года тому назад положили каменную щебенку на одну из улиц, а до деревни дороги так и нет. Всю жизнь, уж мужчины, всю жизнь так, всю жизнь. Ладно, что вот эту дорогу делай, вот такая же болота была на улице тоже. Глава сельсовета отказался с нами встретиться. Сказал, что не в его силах делать дорогу. Районные власти заявили, что о проблеме знают, но у них на это тоже нет средств. Были выполнены проектные искальские работы по данным участков дороги. Но по настоящее время вопрос включения их в план финансирования Республики Тарстан пока не решен. В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства нам обрисовали перспективы. У нас задача в ближайшее время построить дороги ко всем населенным пунктам. Мы к этой деревне тоже в ближайшее время планируем построить дорогу уже за счет средств республиканского бюджета. Конкретных сроков строительства дороги пока не называют. И жителям Короназикова для связи с остальной республикой, видимо, пока придется ходить пешком. Елена Веселова, Дмитрий Аринин, Ильшат Аюпов, Рамильзакиев, ТНВ, Мензелинский район. Редактор субтитров А.Семкин